Эфир ТВ-21 продолжает деловая среда в студии Пётр Широбоков. Норникель сохраняет свои социальные и производственные экологические проекты, намерен их реализовать, несмотря на текущую ситуацию. Об этом ТАСС сообщил вице-президент по федеральным и региональным программам компании Норникель Андрей Грачёв. Андрей Грачёв заявил, что Норникель ничего не пересматривает. У компании какие были цели, такие и остались. Первое – это обеспечить стабильное производство. Второе – обеспечить выполнение всех обязательств по контрактам. И третье – выполнить все свои социальные обязательства перед работниками компании и перед гражданами России, которые проживают в городах, где сосредоточены производства компании. Также вице-президент подчеркнул, что Норникель намерен выполнить свои экологические обязательства, пояснив, что для полного импортозамещения компании понадобится время. Но при всём при этом очень жёсткое намерение компании выполнить эти обязательства. Сложности могут каким-то образом отдалить эти цели, но ни в коем случае не отменить. Инвестиционная программа Норникеля на ближайшие 10 лет составляет 2 триллиона 160 миллиардов рублей. Из них инвестиции в экологические проекты составят 440 миллиардов. В этом году в России вновь будет вручена премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли». В вебинаре, приуроченном к Международному женскому дню, организаторы вместе с финалистками премии прошлого года говорили о том, как они пришли в отрасль, что их мотивировало и почему важно не бояться заявлять о себе, в том числе и участвовать в подобных профессиональных конкурсах. Первая премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли» была вручена в прошлом году. Тогда финалистками премии стали сразу 5 сотрудниц Кольской ГМК. У нас, наверное, у всех не хватает капли уверенности. Вот я вот даже помню, когда я там заявку писала на участие в конкурсе, я думаю, вот что же про себя такое написать? Вот вроде же ничего не сделала такого, но вот все равно, вот у нас у каждого вот в себе вот это есть какое-то сомнение. Ну и главное желание самому двигаться и уверенность чего-то хотеть и добиваться этого. У нас у всех равные возможности. И я вот в этом убеждаюсь каждый раз. У нас в компании нет такого, чтобы вот если ты девочка, ты там ничего не добьешься. И это круто. Я вот всегда знала, что компания, во всех компаниях, мы сегодня здесь собрались, у нас в компании действительно ключевые в отрасли. И они, эти возможности, уверены, что есть у всех. Мы просто идем, делаем и получается. И даже если не получается, как говорила Екатерина, ни в коем случае не бросать. В прошлом году участницами стали девушки из 24 крупных промышленных компаний. В финал вышло более 50 заявок. Премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли» создана, чтобы отметить женщин-профессионалов, достигших карьерного успеха, высоких результатов в работе предприятий, сделавших вклад в технологическое развитие и являющихся достойным примером для коллег. Если смотреть на все заявки из всей группы «Норникель», то КГМК – это рекордсмены по количеству заявок благодаря Дарье и Александре. Поэтому вам отдельное еще спасибо. А впереди у нас праздник 8 марта. Выражая свое личное восхищение, вы все очень талантливые, все с разным опытом. Вдохновляйте дальше, участвуйте, принимайте участие в жизни, мотивируйте людей, ведите за собой. И показывайте своим примером то, как можно и нужно развиваться и расти в отрасли, строить карьеру и вообще быть просто прекрасной, красивой женщиной. Больше позитива, все получается и простого счастья, потому что счастье у каждого свое. Оставайтесь собой и будьте прекрасными, потому что все тянутся к прекрасному. Поэтому вот этот вот позитив нужно нести в себе, с собой, и тогда будет все, и все будут меняться. Заявки на участие в премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли» в этом году можно подать с 9 марта по 17 июня. Петр Широбоков, ТВ21+. Вот такой выдалась наша версия заметных деловых новостей недели. С вами был Петр Широбоков. Удачи в делах и хороших вам бизнес-проектов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова